В преддверии Дня Победы в свет вышла книга победителей. На создание труда ушло порядка пяти лет. Первым собранный по крупицам материал увидел мой коллега Ренат Абдулкаюмов. Сейчас он находится на связи со студией. Ренат, приветствую, расскажи, в чем уникальность данного труда. Спасибо, Ергали. Сегодняшний день по-настоящему примечателен не только тем, что завтра в нашей стране отмечается День Защитника Отечества, но и тем, что в свет вышло издание «Женым поздар победители». В нём собрана информация о повладарцах, участниках Великой Отечественной войны. На создание трёхтомника ушло ни много ни мало порядка пяти лет. Именно столько прошло с появления предыдущего труда. В новом издании, вышедшем в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне, представлена информация о личных данных, образовании, звании, боевом и трудовом путях и наградах фронтовиков. В этих книгах собран многолетний и кропотливый труд сотрудников Государственного архива Павлодарской области. На страницах отображены данные не только о призванных на Великую Отечественную войну из приортышья людях, но и о тех, кто жил в нашей области после войны. Ввиду действующих карантинных мер, анонсы о выходе в свет этого труда мы опубликовали в соцсетях. Вместе с тем, сегодня мы организовали прямой эфир и рассказали о трёхтомнике. Конечно, на этом мы не останавливаемся. Сбор информации будет продолжен. Тираж труда составляет 750 комплектов. В общем, представлена информация о более чем 4000 фронтовиках. Надо отметить, что в новом издании не содержится информации о тех людях, о которых говорилось в прошлом. По словам руководителя Государственного архива Павлодарской области, официальная презентация трёхтомника состоится несколько позже. А на этом у меня всё. Коллега, передаю тебе слово. Спасибо, Ренат. На связи со студией был наш корреспондент Ренат Абдул-Каюмов.